Эти добровольцы, помогая каждому, учатся смотреть в корень проблем. Депутаты и активисты Молодежного парламента обобщают тот опыт, который они получают во время работы. И на его основе выступают с инициативами. У Молодежного парламента Пензенской области три основных направления работы. Это законотворчество, проектные деятельности и взаимодействие сельской молодежью с районными молодежными парламентами. А именно, если мы затронем законотворчество, то в этом созыве Молодежного парламента был создан федеральный закон о молодежной политике в Российской Федерации. В федеральном и региональном законах о молодежной политике благодаря волонтерам теперь четко прописано, при каких условиях, в каком возрасте человек имеет право на социальную помощь от государства и кого в принципе считать молодым. Изменения коснулись каждого, кому больше 14 лет и меньше 36. Очень важно, что порог поднимается, особенно для молодых семей, которые принимают участие в жилищных программах. И зачастую, когда семья молодая только вступает в жилищные программы, это один возраст. А когда она уже становится благополучателем, возраст становится иным. И такая категория, как молодая семья, выпадает из категории благополучателем. Вообще, молодежный парламент за 9 лет своего существования выстроился в структуру, которая помогает услышать и понять запросы самых разных категорий современного поколения. В том числе и ребят, которые живут в селах. В районах области также активно создаются отделения этой организации. Мы, мне кажется, еженедельно обновляем знания в сфере законодательства и Российской Федерации, и регионального, и, конечно же, мы должны знать все. А в период пандемии активисты молодежного парламента одними из первых начали помогать пожилым людям. Занялись доставкой им лекарств и еды. Сейчас в его составе 36 депутатов и еще порядка 40 волонтеров по всей области.